всем привет сегодня эфир про то какой должна быть планировка частном доме мы обычно выбираем дом по внешнему виду по фасаду потому как он выглядит и не обращаем внимание на внутреннее пространство а зря потому что именно в нем именно во внутреннем пространстве мы живем а внутреннее пространство это есть планировка но почему-то мы на нее обращаем внимание в последнюю очередь а я сегодня расскажу какой должна быть планировка в своем собственном доме и это наверняка поможет вам при покупке дома если он готовый но если не найдете то при проектировании дома что нужно учесть поэтому если эта тема вам интересно оставайтесь с нами я буду рассказывать об основных моментах которые необходимо честь на которые необходимо обращать внимание при проектировании своего дома ну или при покупке готового итак друзья привет кто присоединился привет тем кто будет смотреть в записи кстати хочу сказать что сейчас instagram перестал сохранять эфиры как он раньше сохранял сутки эфир еще висел а зато сейчас это размещается все в иг тв ну там же в instagram выг тв такой значок телевизор вы на него нажимаете и смотрите в записи если вы вдруг будете смотреть записи то вы сможете задать мне любой вопрос написав в директ пишите мне в директ любые вопросы которые у вас возникнут по ходу этого эфира и я на ваши вопросы конечно же отвечу итак поехали можно разделить планировку на две части помещения обязательные и помещения как бы не обязательно ну то есть они обязательны но мы на них особо внимания не обращаем это так называемые помещения технического характера или вспомогательные помещения к ним относятся котельная нужно смотреть чтобы она была и была в таком месте ненавидно месте чтобы она нас не раздражала не мешала нам но в то же время она должна быть иначе как дом-то отапливать будем котельная должна быть но хотя в некоторых домах можно и без котельной наверное не знаю второй момент это конечно гараж здесь нужно посмотреть во первых не только сколько у вас машин но например в семье две машины и гараж делают на два машины место но помимо машин у вас наверняка будут велосипеды кого-то квадроциклы кого-то газонокосилки снего отбрасывать или прочий садовый инвентарь под которой тоже нужно место поэтому лучше продумать заранее возможно гараж делать побольше а следующие вспомогательные такие помещения это различные сараи и этот сарай может быть внутри дома частью гаража он нужен для того чтобы хранить различные садовые инвентарь ну там лопаты грабли шланги помните об этом а иначе потом придется какие-то постройки дополнительные делать на участке ну хотя для кого-то это вариант но в любом случае про это нужно помнить сейчас к помещениям те которыми мы пользуемся и так на что обращать внимание начинаем с прихожей когда мы заходим в прихожую прихожая должна быть просторная и на плане это очевидно видно когда вы рассматриваете проект дома или покупаете дом вы заходите в прихожую она должна быть просторная считаю что как минимум 8-10 метров должна быть прихожая 9 квадратных метров это три на три метра помещения во первых она дает возможность спокойно переодеваться снимать одежду снимать обувь присесть на пуфик при этом не толкаться всей семье но представьте вы забежали домой после прогулки например зимой с детьми вам нужно вот снимать одежду там валенки куртки и шапки поэтому нужна какая-то площадь второй момент это прихожая должна быть со размер на дому мы должны понимать что мы зашли в дом этот дом просторный прихожая нас встречает как вешалка в театре она должна быть со масштабно дома то есть соответствующий размер должен быть прихожая нас встречает она должна быть нарядной она не должна быть захламлена одеждой а это значит рядом с прихожей должна быть гардеробная в идеале конечно же в своем доме запроектировать гардеробную комнату потому что у вас полно верхней одежды полно каких-то вещей которые дети там дом потащат ледянки какие-то ну в любом случае просторная гардеробная это удобно поэтому желательно чтобы она была ну как минимум чтобы был достаточно просторный шкаф если вы посмотрите многие проекты особенно типовые проекты домов вы обнаружите что прихожая очень маленькие и еще и без шкафа и если вы поставите шкаф то это прихожая станет еще меньше вот на это обращайте внимание а почему так делается потому что с одной стороны они пытаются уменьшить общую площадь дома чтобы он стоил как бы подешевле ну и вы думаете что зачем мне большой дом там вот мне там сто двадцать там сто метров за глаза хватит вот такими категориями оперируете этим пользуются продавцы то есть с одной стороны они уменьшают общую площадь дома с другой стороны они увеличивают площадь живых комнат вы на это покупаетесь не покупаетесь на этот сейчас буду дальше рассказывать то еще нужно обращать внимание конечно же мы рассматриваем тот вариант когда мы говорим о том что мы хотим жить комфортно это не значит что сейчас куча квадратных метров нет но комфортная жизнь подразумевает определенный набор помещений в определенном сочетании с прихожей разобрались если есть гардероб в прихожей то можно прихожую не 9 метров делать там три на три метра а сделать ее там шесть квадратных метров два на три метра получится 6 квадратных метров но без мебели все шкафы будут в соседней гардеробной и допустим тоже 6 квадратных метров и вот общая площадь 12 метров но зато это удобно это просторно и по дизайну красиво потому что прихожая не захламлена какими-то шкафами дальше мы должны попадать в общее пространство оно должно быть достаточно просторным не тесным ну и не слишком большим и она совмещает в себе на мой взгляд должно совмещать три комнаты которая часто очень делают по отдельности это кухня столовая зал то есть диванная группа то есть это позволяет нам встречать много гостей быть семьей в одном месте вечерами если нужно куда-то уединиться то это нужно другие помещения предусматривать до них дойдем после прихожей общее пространство причем в него можно попадать если дом большой через какой-то холл например то есть из прихожей в холл из холла уже в общее пространство допустим в одну сторону а в другую сторону это уже частные приватные помещения то есть спальни сейчас я постараюсь объяснить почему я так именно думаю вот кстати такой принцип применен в одном из наших проектов которые мы разрабатываем вот с точки зрения того как правильно должен выглядеть дом и как он должен быть правильно организован то есть есть входная некая группа прихожая холл и в одну сторону мы идем это общее пространство в другую приватное причем мы делаем это все в одном этаже все-таки удобно когда свой дом это один этаж чтобы не бегать по лестнице наверх никому это не нужно от этого все быстро устают а лестница занимает место она травма опасная там не дай бог маленькие дети не дай бог пожилые родители конечно лестница такая история что в общем быстро надоедает поэтому если есть возможность конечно лучше в один этаж дом делать итак общее пространство какое оно должно быть смотрите всегда чтобы проект вам предлагали с расстановкой мебели тогда вы будете понимать насколько это вам удобно то есть например кухонный гарнитур он должен быть не просто там по стенам размазан это должно быть место для комфортного приготовления еды причем не для одного человека а как минимум для двух потому что это частный дом тут больше оборудования предусматривается больше желающих поготовить предусматривается плюс еще нужно подумать о том что с этой кухни наверняка будут выходить на улицу ну то есть когда хорошая погода стол на улице из кухни нужно выносить блюдо потом заносить пустые тарелки поэтому где-то сразу же нужно предусматривать вот этот выход из кухни кухня я считаю должна быть с островом обязательно потому что остров это организация кухонных процессов и это очень удобно я вот на лекциях своих рассказываю что это такое почему лучше с островом и какие дарит это совершенно другие ощущения хозяйки которые находятся на кухне поэтому всегда смотрите чтобы в проекте была кухня с островом ну то есть если это не какой-то микро микро дом ну вот у нас есть дома там 150 метров 120 метров там есть остров кухня с острова самое главное чтобы конфигурация комнат была правильно организована то бывает ради архитектуры нарисуют каких-то там кривообразных комнат и непонятно потом как в них расставить мебель в проекте должна быть расставлена мебель кухонный гарнитур рядом с ним там через остров желательно чтобы был стол и в своем доме этот обеденный стол должен быть конечно большого размера ну а иначе гости приедут как маленький стол вы будете все это подавать конечно должен быть нормальный стол там 6 человек на на 8 человек и еще чуть дальше это диванная группа диванная группа может состоять из двух диванов из двух диванов двух кресел дивана двух кресел пуфа там обычно телевизор располагается ну и камин кто-то кстати хочет камин кто-то не хочет телевизора это не суть важно но диванная группа обязательно должна быть это место для отдыха где мы все собираемся там должно быть нам комфортно рассесться но в идеале друг напротив друга либо вот все как бы в кружочек как бы вот вокруг костра знаете собрались в принцип тот же но на диванах и соответственно отдыхает логика получается такая что пока кто-то готовит он имеет возможность общаться с тем кто сидит на диване давайте если бы это были разные комнаты то такой возможности бы не было этому это одно помещение и вот приготовили подали на стол вот все собрались там кто-то с кухни кто-то с дивана кто-то уже сидел за столом поели и потом уже переместились на диванную группу то есть на диван и отдыхать вот такая логика бывает что у кого-то немного другие пристрастия и привычки тогда можно корректировать с учетом вот этих вот пристрастий и привычек но в целом всегда организация этого пространства строится именно вот так кухня где мы готовим стол где мы принимаем пищу и диван где мы отдыхаем и это единое пространство она может дополняться террасой на которой стол она может дополняться например рядом где-то находится каминная допустим это может быть небольшая комната пристроили какой-то закуток где этот камин может быть либо кабинет и все это это общая территория вот сейчас подошли к такой мысли дом должен быть очень четко разделен на территории то есть именно такими категориями нужно мыслить когда вы проектируете дом но или участвуете в проекте и заказываете проект или готовый дом покупать в подавляющем большинстве проектов этого нет это ведет последующему не очень комфортному пребыванию в этом доме почему потому что у каждого должна быть своя территория во первых общая где все встречаются с гостями семьей между собой в общем это такая общая и нейтральная территория которая должна быть достаточно просторной чтобы вместить в себя вот всех домочадцев ну и гостей которые приедут и все знают что это общая территория что все ей пользуются встречаются и собственно ведут там все вот вот эти социальные значимые разговоры нам людям нужны разговоры сплетни обсуждения вопросов каких-то поделиться чем-то с кем-то вот это для нас очень важно и поэтому мы это должны осуществлять на какой-то единой территории желательно чтобы она была единой если мы делим гостиную отдельно кухню отдельно то у нас случаются разрывы разрывы в общении разрывы вот в этих семейных коммуникациях мы постепенно отдаляемся друг от друга просто потому что общаемся меньше нам неудобно это делать мы где-то по разным комнатам нету какого-то вот этого единения поэтому вот мы это рассматриваем кухню столовую гостину как единой территории другая территория которую мы называем приватной зоной да вот обычно дизайнеры деле общая зона и часто так вот вот эту частную зону ее нужно делить еще как минимум на две территории если у вас есть дети или вы живете вместе с родителями вам нужно приватную вот эту зону поделить на две территории и таким образом у нас получается уже три территории то есть наш дом должен поделиться на три территории территория общая зал кухня-гостиная территория родители и территория детей в чем смысл этих территорий но вот если попросту говорить не сочтите за грубость какую-то но вот даже у животных есть своя какая-то территория да то есть если вот Например, взять тигра, то у него есть своя территория, на которой он проживает, на которой он охотится, спаривается. И в общем, это вот его. И он никого туда не пускает. Если кто-то заходит, то начинаются конфликты. И это касается абсолютно всех живых существ. Это касается и птиц, и рыбок, и всех-всех-всех. Все отстаивают свои территории. В семье тоже нужны территории. Должна быть территория родителей, куда дети не проникают. Ну, в смысле, они заходить, естественно, могут. Но они должны четко понимать, что это территория родителей. И туда можно заходить только с разрешения родителей. И то же самое, наоборот, должна быть территория детей, где родители гость. Это совершенно другое психологическое восприятие детей, отношение к родителям, к жизни. Это другой уровень ответственности их к своей жизни, к своей территории, к своим вещам. Если этого нет, то получается, что они здесь как гость. То есть, ребенок, гость в квартире родителей. Ну, согласитесь, это неправильно с точки зрения психологии. Это раз. Второе. Территории должны обеспечивать целостность вот этой территории и личного пространства. Как физически, то есть это две стены, так и психологически, то есть мы понимаем, что мы разделены. Так и с точки зрения комфорта, потому что на эту территорию из одной в другую не должны проникать звуки, например. То есть должна быть звукоизоляция, запахи, да, то есть тоже как бы с кухней не должны там тянуться по этим территориям. Очень часто я как аргумент слышу, что нам не надо кухню там вместе с гостиной и как-то там еще, потому что запахи распространяются по всему дому. Это просто неправильно спроектирован дом, неправильно спроектировано пространство. Когда вы проектируете дом или выбираете дом, вы оцениваете его с точки зрения, а есть ли там эти территории. Итак, территория родителей, территория детей. Территория родителей, какая она должна быть? Какая, ну, условно, квартира в квартире, где есть спальня, гардеробная и ванная комната? В некоторых случаях мы, например, добавляем еще кабинет на эту территорию. Это такое место уединения для, например, хозяина семьи, для главы семьи. То есть он сел за компьютер, ему нужно поработать, вот он закрылся, ему никто не мешает. Или почитать там, например, или может просто в компьютерную игру поиграть. Это может быть место уединения и для хозяйки. Она тоже может там чем-то позаниматься, просто закрывшись на своей территории. И получается, что у нас за одной дверью 4 помещения. Спальня, ванна, гардероб, кабинет. Почему это важно? Таким образом, находясь на своей территории, мы можем в любой момент, вот из той территории шумной общей, всегда уйти на свою территорию, там закрыться и побыть одному. Это важно, согласитесь. Бывают такие моменты, причем они бывают достаточно часто и иногда даже каждый день они бывают. Что тебе нужно какое-то время побыть одному, от всех закрыться и перезагрузиться. А второй момент, территория родителей позволяет сохранять радость интимных отношений. Да, это тоже важно. Все есть для этого. Есть гардероб, есть ванна, никуда выходить не надо. Можно с кровати до ванной голышом бегать. Никто тебя не увидит и не упрекнет и не получит психологической травмы. Папа, мама, что с вами, куда вы замотаны в полотенце? Вам не нужно ни от кого прятаться. Вам не нужно из-за угла выглядывать, а никто ли меня не заметит. Понимаете, да? То есть вот это есть уровень комфорта. Кстати, если согласны, можете написать согласны. Да, или вот пальчик вверх поставить. Ну, как-то отреагировать на то, о чем я говорю. Вот. Это территория родителей. Вот в одном из наших проектов, мы во всех стараемся так делать, но вот в том проекте, который мы сейчас разрабатываем, как проект комфортный для жизни, мы разделили эти две территории как раз-таки входной группой, прихожей и холлом. И вот этот холл делит общую территорию от частной территории. Почему это важно? Например, представим, что здесь у взрослых дискотека. Ну, например, к мужу друзья собрались, у них там дискотека. Музыка орет, а хозяйке хочется отдохнуть, и детям пора уже спать. И вот они ушли на свою территорию, и эти две территории разделены вот таким вот буфером в виде холла и еще дверями. Понимаете? То есть вот есть двери, там можно орать, там что угодно делать. Вот здесь, на этой территории, никто этого не услышит. Понимаете, да? Это и есть комфорт. И получается, что мы вместе, но в то же время мы можем жить и заниматься любимыми делами, независимо друг от друга, не мешая друг другу. Вот скажите мне, пожалуйста, какой из проектов это обеспечивает? Какая из квартир это обеспечивает? Ну, ни одной квартиры такой не существует, я не видел. Просто потому, что есть соседи сверху, снизу, например, да? И в квартирах, особенно в современных, слышимость ужасная, просто катастрофическая, чтобы они не говорили про то, что они делают звукоизоляцию. Это ни о чем, потому что звуки бывают разных типов. Есть шумовая волна, от которой они спасают своим каким-то там покрывалом. А есть ударная волна шумовая, от которой ничего не защищает. Она распространяется по железобетонным конструкциям. И вы слышите соседа на 16-м, хотя вы живете на 8-м. Вот в нашем варианте это исключено, потому что здесь это в одной плоскости, это в другой через звуковой буфер, через буфер холла. Вот. Вот это нужно искать в проектах. Мало где найдете, потому что в основном, когда проектируют дом, обращают внимание именно на архитектуру. И вы, когда покупаете дом, обращаете внимание на архитектуру. А то, что внутри, про это забывается. Да, это важно, что вот гостиная, вот спальни, две спальни, гостиная, кухня, кабинет, класс, берем. Нет, так этого недостаточно. Вы должны глубже проникать в суть дома. Вот поэтому я и рассказываю, как это должно быть. Итак, вот это территория родителей, про нее мы поговорили. Теперь территория детей. Территория детей должна обеспечивать детям автономность с той точки зрения. Ну, во-первых, они должны ощущать себя хозяевами этой территории. Во-вторых, эта территория должна отделять детей от родителей. Тоже через какой-то буфер, либо это толстая стена, хорошо звукоизолированная, либо это, что еще лучше, между ними какое-то помещение. Ну, например, кладовка какая-то, гардеробная там. Чтобы, когда родители там своими делами занимаются, дети этого не слышали. И когда у детей там дискотека, родители тоже этого бы не слышали. Следующее. Раз это территория детей, они могут позволить себе вести, как они хотят. Ну, например, могут разбросать игрушки. Для этого на территории детей в идеале, вот идеальный вариант, это когда есть, например, раз детская, два детская, они могут быть совершенно небольшими, а между ними игровая. То есть, эта же игровая, это может быть холлом, например, таким небольшим холлом, где они могут там игрушки наваливать, вот где-то возиться, что-то делать. Это территория, где им комфортно двоим, троим находиться и играть. И это та территория, то место, которое будет объединять этих детей. Сами спальни, они небольшие, то есть, они буквально такие, ну, сейчас, наверное, плохое сравнение, но тем не менее, такие, как кельи, знаете, у монахов, они должны быть небольшие, потому что туда они приходят только ночевать. Все, там больше делать нечего. Ну, небольшой стол, чтобы там уроки делать. Все, когда ребенку нужно отдохнуть, он уходит туда, в эту комнату, и там находится. А когда он хочет общества, ему нужно поиграть со своими братьями и сестрами, он выходит вот в эту игровую зону. Это и есть территория детей. Кстати, на этой территории, забыл сказать, должна быть их ванна. Они не должны бегать в ванну родителей, у них должна быть своя ванна, естественно. И вот таким образом мы уже получаем в доме три, как минимум, ванные комнаты, три санузла. Ванна родительская на территории родителей, ванна детей на территории детей. И гостевой санузел. Это когда мы находимся на общей территории, к нам приехали гости, они не должны бегать ни в детский санузел, ни во взрослый санузел, они должны ходить в гостевой. В каких частных домах вы это видели? Это редко встретишь. Все проекты, которые мне приходится, доводится разбирать, с которыми приходят заказчики и просят что-то переделать, ну, в них на первом этаже одна ванная комната, он же санузел, туалет с ванной на первом этаже, и одна на втором этаже. Вот, и все. Один из последних проектов я видел на втором этаже четыре спальни, четыре, и одну ванную комнату. Причем размером 5 квадратных метров. Ну, это вообще катастрофа. Например, двое детей, двое родителей, еще плюс гости приехали, и все в одну ванну. Конфликт интересов. Это неправильно, так не должно быть. Это вообще катастрофа, это все выкинуть. Вы достойны совершенно другого, а самое главное, это несложно предусмотреть заранее. Итак, три территории. Общая территория, кухня, гостиная, зал, это единое помещение, где-то недалеко санузел гостевой, территория родителей, через буфер звуковой. На территории родителей должна быть просторная гардеробная, но метров 12, я считаю, в своем доме. Просторная ванная комната, тоже метров 12, обязательно с окном, потому что это невероятное удовольствие, когда вы находитесь в ванной с дневным светом. То есть не в кладовке в какой-то, ну вы же не стиральная машина, чтобы стоять в кладовке без окон, правильно? Вы достойны лучшего удовольствия получать от дома. Поэтому ванна с окном. И спальное место, вот его как раз при таком раскладе не нужно делать большим. Достаточно тоже метров 12, это за глаза. Кроме кровати там же ничего стоять больше не будет, потому что шкафа нет, есть гардеробная. Все принадлежности там с тем же макияжным столиком легко в 12-метровой ванной можно разместить. Например. Ну а можно макияжный столик, где кровать. И таким образом у нас получается 30-40 метров должно уходить на территорию родителей, на спальню родителей. Метров 40 должно уходить на общую территорию. Это уже получается 80. На территорию детей, ну здесь в зависимости от количества детей, в зависимости от того, какие вы комнаты им хотите организовать, все-таки большинство просят побольше для детей комнаты, но пускай тоже 40. И вот дом собирается уже в 120 метров. Видите? В 120. А сюда еще прибавится прихожая с гардеробной, холл небольшой, котельная, гараж. И вот дом вырастает там до 160-200 метров. Про территорию детей важно отметить следующее, что дети бывают разных возрастов. И я рассказал про территорию детей, которая касается детей до подросткового периода, когда они еще, вот не подростки еще ими не стали, то есть это до 10-12 лет. Для подростков в идеале по-другому немножко должно организовываться пространство. Это другой вид территории. То есть, что это такое? Для подростка должен быть отдельный флигель. То есть, если вот основной дом вот, то желательно в идеале, чтобы вот у подростка был как бы пристрой к этому дому, возможно, через какую-то галерею. И этот флигель является домом для этого подростка. И он там должен существовать фактически автономно. То есть, у него там своя комната, возможно, какое-то место для его работы и творчества. Возможно, это все в спальне. Может, он на гитаре играет, может, рисует, может, поет, танцует. То есть, вот это нужно ему обеспечить, чтобы никто его не видел, не слышал, он никого не стеснялся, и он вот, что называется, расправил плечи и жил самостоятельно. Но под присмотром родителей. То есть, он все равно туда попадает, через основной дом. И на этой территории подростка должна быть вот эта спальня, возможно, с какой-то вот мастерской, как я сказал, ванна обязательно, где он моется, какая-то мини-микрокухня, ну, то есть, банально там чайник и какое-то место, где печенюшки лежат. Возможно, холодильник маленький, возможно, микроволновка. Ну, чтобы ему не бегая куда-то, он мог себе там воды достать, попить, чаю налить, чувствовать себя свободным человеком. С психологической точки зрения очень важно и для родителей, и для подростка. Спросите у любого психолога, вам подтвердят. Это идеальный вариант. Понятно, что мы его при таком варианте и контролируем, и как бы даем ему свободу. И это действительно так. И это правильно. Это в идеальном доме. Понятно, что флигель вряд ли кто-то будет пристраивать к дому, поэтому это должно находиться внутри дома. То есть, планировка дома должна подразумевать такую территорию. Например, когда дети маленькие подросли и стали подростками, то их территория должна трансформироваться вот в это пространство для подростков. То есть, у них там останется их ванная, у них останется вот общий холл, в котором они могут какую-то мини-кухню разместить и вообще какой-то свой зал для встречи с гостями. Ну, вспомните, там раньше «Друзья» был фильм «Друзья», вот этот американский, в котором вот эти друзья встречаются в общей комнате, а потом куда-то разбредаются там спать, уже понятное дело по своим спальням. Так вот, здесь такая же ситуация, то есть, они должны иметь возможность здесь встречаться. И еще нужно желательно предусмотреть место для одежды, вот для верхней в том числе, потому что часто подростки обувь скинули и прутся в чем есть к себе в комнату и бросают там на пол куртки, шапки, скейты. Вот у меня подросток, например, у него там скейты эти валяются где попало. Да и вообще все валяется где попало. Поэтому территория детей дает нам, взрослым, психологическое спокойствие. Мы вот дверь туда закрыли и все, там как бы пускай валяется. Ну, а тут хорошо должно быть, тут прибрано, все нормально. Это же касается той ситуации, когда вы строите дом из расчета того, что с вами живут родители старшие. То есть, если вы планируете в своем доме совместное проживание с вашими родителями, то у этих родителей должна быть своя автономная территория. Своя. Они не должны находиться в комнате и пользоваться общей ванной или гостевой ванной. У них должна быть своя. Если у вас дети, родители, то это получается уже четыре территории. Общая территория для всех, куда могут все выйти и все будут выходить и с удовольствием общаться, за большим столом собираться. Ну, кроме подростков, которые вы меня не понимаете, жить не мешаете. Ну, а так в остальном как бы все тут собираются. Территория родителей, которые могут туда скрыться со всего этого бедлама и там чувствовать себя совершенно спокойно и независимо ни от детей, ни от родителей. Территория детей и территория родителей. Понимаете, да? Теперь вопрос. Напишите, пожалуйста, встречали ли вы такое когда-нибудь в квартирах и в домах? Я уверен, что большинство напишет нет, не встречали, потому что такого нет. Потому что архитекторы чаще всего большинство проектируют именно опираясь на внешний вид дома. Потому что это первое, на что вы покупаетесь. Ну, как бы вот внешний вид дома нравится, берем. Это, безусловно, важно. Это очень важно, внешний вид дома. Но еще важнее внутреннее пространство и правильная организация этого внутреннего пространства. Сейчас многие люди повально задумались и не только задумались, а уже ищут и покупают землю под строительство своего дома. Почему? Потому что пожили в условиях карантина дома в квартире и поняли, что некомфортно находиться в неправильно организованном пространстве. Некуда скрыться от детей, некуда скрыться от жены, жене от мужей, негде нормально встретиться, негде разъединиться. Все, это вызывает дикий дискомфорт. И вопрос не только на лужайке перед домом, хотя и в этом тоже, но еще и в том, как организовано внутреннее пространство. Я в своей жизни, в своей практике сделал более тысячи планировок. Для себя лично я сделал несколько планировок. Комнаты, двухкомнатные, четырехкомнатные квартиры и дома. У меня трое детей, со мной в доме живут родители мои, и я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Я прекрасно понимаю, как нужно организовывать пространство. Я перечитал по этому поводу десятки книг, пересмотрел кучу курсов, вебинаров и даже на каких-то иностранных языках непонятных с переводами и психологов читал и советовался с ними. И поэтому сейчас могу смело утверждать о том, как необходимо организовать пространство. Так, кто-то пишет в Индии встречал. Ну вот, надо ехать в Индию, чтобы это встретить. Я имел в виду у нас здесь, в нашей стране. Да и за рубежом, кстати, тоже не часто такое встретишь, хотя там, конечно, более продуманные планировки. Ну вот, в Испании, когда я рассматривал дома на продажу, в принципе, там большинство принципов соблюдены, но не все. Друзья, я сейчас готов ответить на ваши вопросы, которые касаются, какую должна быть планировка в доме, на что обратить внимание, может быть, у вас свой какой-то вопрос. Поэтому, смело задавайте, я на них отвечу. В Эмиратах вилла у друзей точно планировка, как вы говорите, очень удобна. Ну вот, видите, подтверждение моих слов. Но для такой планировки не обязательно строить виллу, то есть вилла, все воспринимают, что это что-то большое, с бассейном, то есть все как полагается. Нет, для организации своего пространства можно и небольшие дома делать. Ну, небольшой дом, я считаю, это где-то примерно 150 квадратов, это же небольшой дом. Вот, друзья, я напоминаю, что если вы смотрите запись, то вы можете задать вопрос в директ. Следующий момент, если вы задумываетесь о своем доме, о проектировании своего дома, то я с удовольствием приглашаю вас ко мне, пишите в директ, мы с вами спишемся и обсудим варианты сотрудничества. Я с большим удовольствием, я и моя команда спроектируем для вас индивидуальный дом, либо обсудим те типовые проекты, над которыми мы работаем. Типовые проекты, которые мы считаем удобными, и они спроектированы по тем принципам, о которых я сегодня говорю. Поэтому жду вас у себя в гостях, жду от вас вопросов, писем, пишите обязательно, и мы все обсудим. Проекты покажу, какие мы делали, покажу проекты, которые мы разработали, ну, либо для вас специально разработаем ваш идеальный дом, в котором вы будете жить, радоваться и наслаждаться, а не думать, куда спрятаться от шумного подростка, в какой части дома, чтобы не слышать громкой музыки от телевизора или музыкальной системы. Кстати, вам нравится то, о чем я говорю, и это находит отклик в ваших сердцах. Для меня это очень приятно. Это значит, что я на правильном пути. Хотел еще сказать вот что, что когда мы делаем вот такие разные территории, применяем вот эти принципы, с какой точки зрения это еще комфортно? Вот я просто вспомнил ситуацию из жизни, ну, вот просится у меня ребенок куда-то на вечеринку, а вечеринку он сам там что-то организовывает, там, можно я на свое день рождения пойду к тому-то? Почему он так делает? Да, потому что, ну, дома ему некомфортно, мы же дома находимся с мамой, поэтому, ну, что ему тут делать? Хочется же там как-то похулиганить, пошуметь, и он не хочет, чтобы мы рядом вот в соседней комнате находились, тем более им там и холодильник нужен там, и что-то приготовить они хотят, вот, и музыку включить, и музыка в зале. Так вот, когда у вас разделено на территории, в чем прелесть? Вы запросто можете с женой, например, уйти в свою комнату, на свою территорию, где вы можете спокойно, автономно находиться, а подростки могут совершенно спокойно вот общую занять, и там беситься. В чем плюс? В том, что ребенок не уезжает черт знает куда, и вы не знаете, что с ним происходит, вы не знаете, во сколько он придет, там, телефон не берет и все такое прочее. Нет, он здесь, как бы с вами, вы ему не мешаете, ему комфортно, зачем ему куда-то ехать, если ему здесь хорошо? Либо он, этот тусич, может на своей территории проводить, если это реально отдельная территория, а не соседняя комната. Соседняя комната, это не своя территория. И он там спокойно находится, если у него там свой чайник, свой холодильник, своя какая-то кухонька, свой хольчик там, где можно дискотеку устроить. Вот, вспомнил такую историю, посчитал нужным с вами поделиться. Вот из таких жизненных моментов, и состоит ведь наша жизнь и комфорт нашей жизни, вот именно из таких моментов, вот повспоминайте, что у вас в жизни возникало такого, что вам мешало жить, что называется. Вот эти все жизненные ситуации, они, получается, регулируются организацией пространства, то есть планировкой. Задумывались ли вы об этом? Что планировка это сценарий вашей жизни. Вы понимаете? Либо отпускать ребенка куда-то, непонятно куда, до скольки, в ночь там, мало ли, что кто, где подойдет к нему, что-то не так, спросит, подрались, не дай бог там, что-то такое. Либо он здесь с вами, просто потому, что ему комфортно и он не хочет никуда отсюда свалить. Ну, гости приехали к нему, ну, остались ночевать класс. Действительно ли это сценарий жизни, планировка? Вот раньше вы не думали об этом? Буквально пару слов о планировке дома. Я считаю, и мы так делаем, что планировка дома, она плавно должна перетекать на улицу, то есть дом сливается с улицы, улица с домом, в том плане, что мы же пользуемся в частном доме улицей правильно, ну, террасы, терраса же нам нужна, то есть мы должны туда выйти, хотим выйти, попить там чаю, пообедать, поужинать в хорошую погоду, там, или на кресле посидеть, просто книжку почитать. Поэтому планировка дома должна обеспечивать нам вот этот беспрепятственный выход туда, заход обратно. И как я говорил в самом начале, например, из кухни должен быть выход на террасу, просто, чтобы удобно было блюдо выносить и потом заносить их обратно к столу. Чтобы из гостиной можно было, наверное, выйти на эту террасу и зайти обратно. На террасе, наверное, где-то должен быть возможность пожарить мясо, там, мангал или что-то, то есть здесь или подальше. Это тоже сценарий нашего поведения, как мы будем удобно, неудобно, хотим это, не хотим. От удобства будет зависеть, будем мы этим пользоваться или не будем. Опять же, как часто гости к нам там приезжать будут, комфортно нам их встречать, не комфортно. Вот это тоже история важна. какие рядом соседи, ну в том плане, что вот мы же хотим как бы кулуарно сидеть и, соответственно, вот дом как-то должен, может быть, дом должен вот как бы огибать вот это место, ну, например, чтобы соседи не могли там к нам заглянуть, но в то же время, когда мы дом вот так разворачиваем, чтобы мы видели какую-то перспективу перед домом, там, у кого-то поля, луга, у кого-то горы, у кого-то реки, у кого-то моря, дай бог. Это тоже всё нужно, конечно, учитывать в планировке. Нужно учитывать движение солнца, как оно будет светить, проникать внутрь пространства, потому что солнечный свет это очень важно. Это важно для получения, забыл, как там гормоны называются, для гормонов счастья солнечный свет. Мы вот на Урале люди угрюмые, потому что солнца нам не хватает, а вот южане жизнерадостны, потому что у них всё хорошо, солнце светит. И тогда в этот дом будет хотеться вернуться, из него неохота будет уходить, он будет собирать гостей, он будет радовать вас, он будет радовать гостей, про него будут говорить, про него будут вспоминать, ставить в пример, стремиться в него попасть снова. Это ли несчастье, когда ты обожаем, востребован, любим, и вот так пространство помогает этого добиться? Ой, Надя, привет! Вот Надя на себе уже прочувствовала, насколько важно заниматься планировкой дома, она там уже его раз на 7, на 10 перепланировала. Начинали мы в школе, сначала она сама сделала, потом мы вместе это всё делали, сейчас она ещё что-то сделала. Очень приятно видеть снова учеников, они продолжают интересоваться, учиться, так что привет-привет! А есть ли у нас в профиле примеры планировок домов? Конечно, есть. Полистайте, посмотрите. А ещё у нас на сайте есть раздел архитектура, например, если мы про частные дома говорим, и там есть планировки, если не найдёте, то пишите в директ, я вам скину. Ну, хотя должны найти градис.ру, портфолио, раздел архитектура, там смотрите. Я человек, который знает, что двухэтажный дом может не радовать с дурацкой планировкой. Да, вот об этом я сегодня и рассказывал. Друзья, теперь вы подкованы, вы знаете, какой вам нужен дом, вы знаете, какие дома не нужно покупать, поэтому будьте внимательны, обращайте на все эти моменты внимание и вашей семье наступит счастье и благолепие. Ну, а если что, обращайтесь ко мне, просто напишите в директ. Помогу всем, чем смогу. На этом всё, друзья, всем пока, хорошего вам вечера, здоровья крепкого, ну и дизайн вам в дом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok